Почему матрешка является символом России? Русская матрешка, что это? Объект искусства? Об этом мы поговорим сегодня со Светланой Горожаниной, искусствоведом, заведующей отделом Русское народное и декоративно-прикладное искусство 18-21 веков Сергеева Посадского, историко-художественного музея-заповедника. Светлана, я рада вас видеть. У вас напряженные дни, вы монтируете выставку, у вас какие-то там ремонтные работы в экспозиции? Да, ремонтные работы, мы обновляем нашу экспозицию «Мир русской деревни» и вот сегодня участвуем в фестивале «Русская матрешка». Светлана, вот этот повышенный интерес последних лет, этот фестиваль проходит во второй раз у нас в Сергеевом Посаде, насколько я помню, он был в 2013 году, первый фестиваль. В 2012 году был первый, он уже проходит несколько лет подряд и инициатором этого фестиваля выступил Сергеево-Посадский музей. Вот сейчас мы предоставили площадки для этого фестиваля, мы опять не стоим в стороне. Ну, матрешка действительно символ России, действительно ее памятный знак и интерес к ней не угасает на протяжении уже, ну, наверное, 116-117 лет, не случайно. Матрешка – образ, который заключил в себе наше представление, традиционное представление о красоте, именно национальное представление, то есть полноватая, пышущая здоровьем женщина, круглолицая, улыбающаяся, то есть жизнерадостная, позитивная. А матрешка для вас – это объект искусства или это все-таки предмет, который выражает промысел, традицию? Ну, если это промысловая игрушка, традиционная игрушка, то она является уже произведением искусства очень часто, если она традиционная, в полном смысле этого слова. А что дает ей основание быть такое? По каким признакам? Да, это отработанность, понимаете, тот самый канон, отработанность приемов, навыков ее росписи, отработанность вот самого декора на матрешке, найденность вот этих всех элементов, которые вместе составляют гармонию образа. Вот скажите, я помню, когда мы снимали «Колодец истории», и он был посвящен матрешке, это была середина нулевых, и какое-то у меня было ощущение такое, что все очень плохо. Фабрика исчезла, институт исчез, музей игрушки, ну да, там в таком не очень презентабельном состоянии, много лет жил и живет. И как-то все плохо, и я помню, что вы меня поразили мыслью, я ее не передам лексически вот доподлинно, но вы сказали, что это нормально, промысел, он никогда не был в идеальных условиях, это наоборот дает ему основания для того, чтобы развиваться и как-то вычищаться, может быть, стилистически. Меня просто это поразило тогда, то есть вы не видели оснований для пессимизма. Вот вы до сих пор оптимистично смотрите на игрушку, как промысел, она выживет, она будет жить. Действительно, фабрики исчезли, но их заменили в мастерские, и у нас в городе это сергиево-посадская игрушка, которая существует до сих пор, и лучшие мастера-матрешечники работают там. Это наш второй промысел ЧП шведов, где тоже очень много хороших и настоящих матрешечников. Есть и отдельные мастера, работающие дома, которые продолжают работать и выпускают как традиционную матрешку, так и матрешку, которая получила сейчас название авторской, то есть в которой вот этот индивидуальный стиль, авторское прочтение присутствует в большей степени, хотя иногда они отрываются от канона. Во главе этого движения еще в 1983 году стояла Валентина Васильевна Булыгина. Именно ее работа, и вот матрешка ее, круг жизни земной, который у нас сейчас в музее экспонируется, она послужила каким-то таким толчком для нового прочтения этой традиции, когда художница обратилась к внутреннему миру человека, его переживаний. И вот эта семья, эта любовь, эта радость жизни была показана через обыденные, казалось бы, события в жизни ее семьи. Далее были ее продолжатели, это выпускники Абрамсовского художественно-промышленного училища, они работают этой матрешкой в настоящее время. Может быть, нам она неизвестна в таком вот, может быть, широком аспекте эта матрешка, но мы с ней можем познакомиться в музеях, вот в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, как я уже говорила, выставка в музее русской матрешки. Мы с ней можем познакомиться и в музее игрушки, можем познакомиться и вот на таких фестивалях, которые сегодня состоятся. То есть для этого есть выставочные площадки, для этого есть музеи. Ну... То есть, смотрите, Светлана, для промысла и для его жизни вовсе не обязательно, не обязателен масштаб, да, как раньше, куда они ее везли, не обязателен, потому что все это упрощало, это все схематизировало, понимаете, вот фабричная матрешка, она хороша, она хороша, безусловно, но ее однообразие, вот, которое на десятилетие затянулось, немножко от нее стали все уставать. Это советские времена. Советские времена, когда вот 770 тысяч штук было выпущено, вот сейчас не могу вспомнить, в 62-м году, 770 тысяч штук. Вы понимаете, то есть это превращалось уже в конвейер. И вот это движение души, вот это живое чувство, рождение образа, оно немножко угасало. Сейчас есть такая возможность у авторов, которые работают без плана, госплана, делать ее более живой, более близкой, себе, может быть, и нам тоже. Светлана, я знаю, что к вам часто приезжают эксперты, исследователи матрешки из Японии, и буквально вот на финал самый неожиданный вопрос, какой-то парадоксальный, который, может быть, вас поставил в тупик, который они задают вам, человеку, который знает о матрешке все. Это слишком сказано громко. Ну тогда почти все, Светлана. Да, потому что я уже повторюсь, письменных источников пока рождение матрешки не найдено, но я не могу сказать, что они какие-то слишком оригинальные вопросы задают. Их же интересует просто обычная история матрешки. Они пишут историю нашей матрешки, они организуют фестивали в Семеново, в городе Семеново, Нижегородской области, японцы. Они заказывают матрешку нашим художникам и просят, чтобы в ней какой-то японский колорит присутствовал. Правильно, так всегда было. Это же продукт, который работал на рынок, поэтому потребности его учитывались. Ну иногда их интересуют такие частности, какие-то, знаете, вот маленькие подробности, которые для них непонятны. Вот, например, почему у полхмайдановской нашей знаменитой матрешки нет никогда рук? Или, например, почему не пишут косу те же полхмайдановские художники? А ответ, в общем-то, простой, и тогда ведем японцев в наши залы народного искусства, где у нас экспонируются народные костюмы. Демонстрируем этот костюм и объясняем, что проживали в полхмайдане старобряцы, староверы, которые закрывали и руки, и лицо очень, так сказать, кутали под большой широкий платок, который скрывал и руки, и косы. То есть для них это удивление, вот эти особенности наши, да, костюма, особенности его трактовки на матрешке, потому что матрешка это отражение, это вне всякого сомнения. Если Сергиево-Пасадскую матрешку возьмем, мы увидим московскую девушку, возьмем нижегородскую матрешку города Семенова, там Полховского майдана, мы увидим нижегородку. И в трактовке лица это сказывается, где-то там точки, носик, это финно-угорское население, нижегородское. И в костюме, и в цветовом решении у нас более сдержанное, нижегородское, пылающее, яркое, где розовое, малиновое присутствует. Для японцев это неожиданно. Страна наша огромная, в отличие от Японии, мы очень разные, и вот их это все удивляет, понимаете, почему она такая разная, ваша матрешка? Потому что у нас огромная страна, различные географические зоны, и матрешка это в себя впитывала и отражала. А поясним зрителю, почему японцы, именно японцы, так интересуются матрешкой, потому что это оттуда пошла вот эта модель из Японии, которую, собственно, скопировали, возможно, по преданию, нет? Не так, Татьяна, не так. Поясните. Не так в определениях. Значит, действительно, есть такая версия, что мы заимствовали саму форму матрешки у японцев, потому что в Японии до сих пор выпускают такую фигурку, как сити фукурудзин. Семь богов счастья. Сити фукурудзин. И они покровительствуют удачи, покровительствуют деньгам, покровительствуют путешественникам. Каждый божок... Вот этот принцип вложен один в другой. Вложенность. Один в один, вот да. Но у нас тоже были пасхальные яйца одно в одно до японцев. И они в нашей коллекции тоже присутствуют, когда множество яиц, складывающихся одно в одно. То есть сказать, что мы вот эту форму складную видели только в Японии. Нет, было и у нас. Но вот она получила такой зрительный образ, возможно, под японским влиянием. Но наша-то матрешка, это семья. Это не семь богов счастья. А это мама, это папа, это их дети. Это та самая радость жизни. Это гармония бытия. Это продолжение рода. Трактовка-то другая. Вот. Ну, действительно, японцы в нашей фигурке видят тоже свои корни. Им так очень хочется видеть. И мы им в этом удовольствии не отказываем. Вот. И они любят вообще всё наше рукотворное. У нас художники вкладывают в матрешку свое понимание гармонии мира. И они это очень хорошо чувствуют, японцы. Ну вот на выставке приходите, увидите наших знаменитых мастеров. Полезный разговор, уважаемые друзья, у нас со Светланой Горожаниной. Во-первых, Светлана, вы развенчали два мифа. Первый миф о том, что якобы матрешка родилась в посаде. Он есть, он уходит. Это известно было. И второй миф о том, что мы скопировали японцев. Нет. Очень важный разговор. Спасибо вам, Светлана, за него. Уважаемые друзья, в студии была искусствовед, заведующая делом русское народное декоративно-прикладное искусство, историка художественного, 18-го, 21-го веков, историка художественного музея-заповедника Светлана Горожанина, которая очень много знает о матрешке. Она поправила меня не всё, но почти всё. Так что милости просим в залы этого прекрасного музея просвещаться. Спасибо вам, Светлана, за разговор. Всего доброго. Спасибо. Оставайтесь на ТВР-24. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус».